Уважаемый Сот, а попросите, пожалуйста, свидетеля не бегать, занять какое-то место и стоять. Просто я поставил, он куда-то прячется. Подождите, он пошел предупреждаться об административной ответственности за задачи показаний, за задачу заведомо нужных показаний. Сейчас пускай расслежется сначала, потом и все равно. Хорошо, я думал, он побежал куда-то от камеры. Не, не отпусти. Не, не, от камеры не бегу. Некоторые люди почему-то панически боятся оказаться зафиксированными для истории. Владимир Ильич, скажите, пожалуйста, знаком ли вам гражданин Шершик? Здравствуйте. Знаком, ну, случайно с ним классуем, как отношения вы не состоите? Нет. В неприязнике, наверное, вы такой не испытываете? Нет. В связи с чем стал знаком вам данный гражданин Шершик? Нет. Да. В начале сталин был в лесном материале. Помните, когда и при каких обстоятельствах составлен? В конце сентября. При каких обстоятельствах? В конце сентября был составлен административный материал. Нет. А при каких обстоятельствах помните? Не спешите. Значит, внесли службу на улице Советской, на Вятском районе. Да. Установили машину Лада-Калина? Да, все равно. В связи с чем? Ну, имеется основание полагать, что к символу установлен. Не поняла. Основание имеется полагать, что незаконно установлен к символу. Дальше остановили, что? Мы идем, предъявим документы. Да? Шершиков документы предъявил. Кто за рулем сидит? Когда вы подошли к автомашине? Шершик. Он прямо перегомой остановился. Какие документы он предъявил? Логическое устранение, сестра регистрация и полисы. Дальше что было? Вы уверены, что именно шершик от себя был он? Конечно, уверен. На ферлице в салоне он, но еще девушка одна на переднем пассажирском сидении. Девушка где сидела? На пассажирском переднем. Более никого не было? Более не было. То есть вдвоем они были? Вдвоем нет. Он пояснил, что ездит в сеновом продолжительное время и считает, что это законно. За это время его никто не останавливал. Он считает, что в сеновом установил соответствие законам. Протокол-то вы составляли? Да, я. Протокол где составляли? На месте ушло. На месте? Другого какого-либо молодого человека в машине не было еще? Нет, не было. Потом кто-то подъехал за коммункой. Ваша честь, ну вообще-то наводящие вопросы запрещено задавать, кому бы то ни было. И если бы вы хотели узнать, кто был в машине, так и надо было спрашивать, был ли кто-то еще в машине, а не было ли кого-то в машине. Благодарю вас за помощь. В кавычках. Я тоже могу массу вопросов позадать. Наводящие. 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 Я просто считаю выше своего, ниже своего достоинства, как профессионала, задавать наводящие вопросы. Наводящие. Может быть, он все-таки был, этот молодой человек, может, они его не увидели. Мы взрослые люди и все прекрасно понимаем. В ходе составления протокола согласен был Шершика с протоколом? Нет. Не согласен. Скажите, пожалуйста, уважаемые свидетели, какие-либо стекла автомобиля Влада Калина, о котором вы только что рассказывали, были тонированы? Ну, не помню. Как вы так не помните? Очень просто не помните. Очень просто? То есть, все, что остальное помните, а про стекла не помните? В машине на машину славали. В том-то и дело. Поэтому меня удивляет, что какие-то обстоятельства вы помните, а какие-то забыли. Ну же, не помните про стекла? Про стекла. Ну, давайте конкретно. На заднее стекло автомобиля была нанесена тонировочная пленка? Не знаю. Не знаю. На стекло левой задней пассажирской двери была нанесена тонировочная пленка? Не помню. Не помню. На стекло задней правой пассажирской двери была нанесена тонировочная пленка? Не могу понять. На стекло передней левой двери была нанесена тонировочная пленка? Была нанесена тонировочная пленка? Я не... Меня не интересует Ваше предположение, и было бы, чтобы было, если бы... Вы ответите, пожалуйста, на мой вопрос. Нет. Что? Нет, вероятно. Вероятно или точно нет? Не помню. Не помните? То есть Ваш ответ не помнит? Да, мы с вами. Да неважная причина. Ответ-то Ваш какой в итоге? А то у Вас несколько было. Нет, не помню. Не помню. Ага. На переднем... На передней правой двери, на стекле данной двери, была нанесена тонировочная пленка? Не знаю. Угу. Ну и на лобовом стекле данного автомобиля была нанесена тонировочная пленка, либо иное тонировочное покрытие? Не знаете. Вы открывали задние двери автомобиля? Нет. Вы заглядывали в салон автомобиля? Нет. Каким образом Вы пишите? Я не попросил показать, я попросил описать. Вы государственным языком владеете Российской Федерацией? Конечно. Помощь не нужна? Нет. Угу. Будьте любезны, словесным способом опишите, каким образом Вы заглянули в салон автомобиля? Заглянул автомобиль. Вечернее время было с собой у меня с фонарика. Я не спрашивал про наличие фонарика. Запишите. Я третий раз спрашиваю. Как? Запишите способ. Да не перебивайте меня, пожалуйста. Я слушаю внимательно Ваши ответы. Вы сказали, в вечернее время у меня с собой был фонарик. Это ответ на мой вопрос? Конечно. Нет. Я не спрашивал, был ли у Вас фонарик. Не перебивайте меня, пожалуйста. Правило очень простое. Я говорю, Вы молчите. Вы говорите, я молчу. Очень все просто. Странно, что приходится такие вещи объяснять. Вы сказали, что заглянули в салон. Я не ожидал, что вызовут такие затруднения. Пишите, пожалуйста, суду, каким образом Вы заглянули в салон. Через какое время после остановки автомобиля Вы заглянули в салон? Сразу же. Ну, сразу же как? В период времени. Минимум, максимум. Ставился и заглянули. И сразу заглянули? И часто Вы так делаете? Всегда. Всегда так делаете? Сразу оставляете и сразу в салон заглядываете? Ладно. Физическую силу применяли по отношению к Шершикову? Нет. Опишите, пожалуйста, что Вы увидели в автомобиле, когда заглянули в салон автомобиля? А человек с ним? Где? Водитель. Водитель или передний посланник? Меня-то интересует задняя часть салона. Что Вы увидели, когда заглянули в автомобиль, заднюю часть салона? Опишите. Водитель. Я не спрашиваю, был ли кто-то. Я прошу Вас описать заднюю часть салона автомобиля. Не помните. Не помните. А Вы посмотрели туда? Конечно. Ну, так Вы же посмотрели. И помните, что никого не было. Пишите в салон. Я знаю, что смотрю в салон. Интересует меня, когда Вы смотрите. Салон, напишите, пожалуйста. Конечно, помню. Не помните. Конечно. Но точно помните, что посмотрели. Конечно. А как у Вас память такая избирательная? Почему? Всегда так и Вы сказали. Меня интересует, как Вы всегда делаете. И меня удивляет, что Вы... Не перебивайте меня, пожалуйста. И одновременно со мной не говорите, инспектор. Значит, свидетель. Прошу прощения. Вы заглянули в салон. Опишите, увиденное Вами в салоне. Я объяснил, что кроме видения пассажира, в салоне больше никого нет. Увиденное. Это среднего рода прилагательное. Понимаете? То есть, это к людям не относится. Что Вы увидели в салоне? Хорошо. Какого цвета обивка на задних сиденьях? Не помню. Не помните. Чехлы имеются на задних сиденьях? Не помню. Какие-то вещи были на задних сиденьях? Не помню. Тоже не помню. Прекрасно. Вот, благодарю. Вот, отлично. Спасибо. Это очень талантливая форма отвечать не помню. Просто на что-то помните, что-то не помните. Суд даст оценку всему. Благодарю. У Вас есть опасности? Нет. Нет. Слышали показания? Да. Согласны с ними? Нет. Не согласны. Не сядьте пока. Вот, итак, свидетель цилинд, он должен быть, да? Угу. А, спасибо. Уже можно взять? А, все. Тогда я прошу приучить к материалам дела и исследовать в качестве доказательства, заверенные надлежащим образом копии следующих документов. Договор купли-продажи автомобиля от 27 сентября 2016 года. Что? Я покажу целево. А, значит, дальше копия паспорта транспортного средства и копия свидетельства о регистрации. Все заверены в установленном законном порядке. Прошу приучить и исследовать. Значит. Уже поступило подготовка в заключении к материалам дела в договор купли-продажи автомобиля. Она хочет продать с шиншипа. Помога. Кабина 111-900.